Около 20 лет работы на руководящих позициях в международных компаниях. Английские в совершенстве, коммуникабельность. Александра Лебедева и сейчас, что называется, на своем месте. Региональный директор крупной компании, которая оказывает услуги бизнесу, а именно предоставляет в аренду спецодежду и вестибюльные ковры. В подчинении у Александры около 90 работников. Только этот сервисный центр в Казани обслуживает более 20 тысяч клиентов в 9 регионах по Волжье. А есть еще один такой же в Ростове-на-Дону. Словом, серьезная ответственность и интересная по-своему творческая работа. Тогда зачем конкурс, спрашиваем? Александра говорит прямо. Хотела проверить себя и доказать. Самой себе прежде всего. Доказать, что могу, что одна из лучших, в том числе на федеральном уровне. А главное, на каком-то этапе Александра почувствовала, что в каких-то профессиональных качествах уже достигла потолка. Конкурс – это своего рода выход наверх, наружу через стеклянные потолки наших возможностей. Что, в принципе, и произошло, рассказывает нам Александра Лебедева, победитель конкурса «Лидеры России». На этом конкурсе я для себя подняла одну вещь. Это было, наверное, самое ценное, ради чего стоило в нем участвовать. Я поняла, что я реально могу. Я могу намного больше, чем я до этого думала. Около 200 тысяч претендентов на первом этапе конкурса. После серии тестов и первых заданий отсеялась половина. Большинство просто не смогло записать трехминутное видеообращение о себе и о своих целях участия в конкурсе. Далее уже были более сложные этапы. Полуфиналы в Нижнем Новгороде и Самаре. И, наконец, финал в Сочи. Вот уж где конкурсантам нужно было не просто продемонстрировать свои неординарные личные качества, а еще и умение работать в команде. Именно слаженная командная работа помогла проявить себя и юристу из Казани Ильнару Герфанову. Что могу сказать про команды только положительные? Мы выиграли опять-таки финальный конкурс. Самый сложный был финальный конкурс. Там нужно было не только еще головой работать, но еще работать руками-ногами. Нужно было собирать скворечники для эмеретинского зооботсада. То есть это нужно было сделать конвейерно. То есть давался час времени, определенные этапы времени, нужно было это все провести. Наша команда за час собрала 27 скворечников. Наши организаторы сказали, что максимально 22 собирали. То есть никогда в истории не было такого, чтобы собирали много. Сам финал на самом деле, это было про работу в команде. Победители из Татарстана скромно умалчивают о своих личных достижениях и отмечают особый командный дух, который и помог им отличиться. Александра Лебедева замечает, на конкурсе было много достойных управленцев, но звезды сошлись удачно именно для их команды и именно в финале. А еще помогли победить наставники. И Александре, Ильнару в этом плане повезло. Удалось пообщаться с большими политиками и чиновниками. Особенно запомнились встречи с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России, и Рустамом Минихановым, президентом Татарстана. Рустам Миниханов приезжал, с ним удалось пообщаться, тоже поприветствовал, очень тепло. Многие, кстати, ребята из других субъектов, очень были такого хорошего положительного мнения, признанное было открытости и простоте в общении. То есть вы даже, может быть, видели в инстаграме, снимал в онлайн-стори, если это все выкладывал. И это было самое лучшее вообще, что могло случиться с нами в этом конкурсе. Потому что он обладает вообще фантастическим талантом нести какое-то воодушевление людям, нести свет и заряжать энергией. Вот реально. И еще нам тоже посчастливилось в этот же день. У нас был другим наставником Сергей Владиленович Кириенко. И это было очень круто. Потому что он нам дал такую качественную обратную связь. Он настолько нас слышал, он видел. И он нам потом рассказал и отметил и плюсы, и минусы. И сделал это очень подробно. Конкурс действительно стал поворотным в их жизни. Делится впечатлениями Александра и Ильнар. Причем дело даже не в перспективах карьерного роста. Такой задачи организаторы конкурса и не ставили. Задача была выявить кадровый потенциал лучших управленцев России. А для самих конкурсантов оценить свои возможности. В том числе сильные и слабые стороны. Юрист Ильнар, к примеру, собирается подтянуть знания в финансовой сфере. Региональный директор Александр будет и дальше развивать себе лидерские качества. Нам иногда надо учиться, чтобы нас слышали. Нам иногда надо уметь и повысить голос, и как-то притопнуть. Я поняла, что я обязательно научусь свистеть. Потому что у нас были очень жаркие дебаты. И просто так кричать на повышенных тонах, это тоже не дает результата. Но я думаю, если бы я умела так заливисто свистнуть, то внимание всех мужчин точно было бы приковано ко мне. Уже выход в финал такого конкурса огромный успех. Александре Лебедеву и Ильнару Герфанову из Казани удалось еще больше. Они вошли в сотню лучших управленцев России. То есть стали победителями конкурса. В награду им достойный приз образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Как им распорядиться, Ильнар и Александра уже определились. Настоящие лидеры знают, куда будут двигаться дальше. Тимур Викморзин и Андрей Мохов. 7 дней.